друзья всех приветствую на торговой сессии четверга мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркетса оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставите лайки ну что ж сегодняшний брифинг мы начнем с очень хорошей новости особенно для тех кто так же как и я ждал прорыва в переговорах касающихся новых мер фискального стимулирования в сша вот эта эпопея которая по сути длилась практически 4 месяца вот-вот окажется на финишной прямой палата представителей друзья часть конгресса утвердила накануне законопроект который фактически уже без пяти минут стал полноценным законом нужно теперь дождаться только подписи джо байдена это ожидается в пятницу то есть никаких препятствий никаких преград на у этого уже практически закона у этого пакета экономических стимулов нету поэтому мы в ближайшие дни с большой долей вероятности сможем насладиться друзья нисходящей динамике доллара тем более что американская валюта в моменте уже снижается индекс доллара 91 81 а сейчас и я как и ранее абсолютно уверен то что новый пакет экономических стимулов будет достаточно для того чтобы спровоцировать развитие медвежьего ралли и возобновление тех распродаж которые мы видели в двадцатом году на данный момент мы продолжаем споставлять динамику доллара с тем что происходит на американском рынке долга с десятилетками которые котируются на уровне 1 52 процента чуть-чуть прибавляются открытие дня но при этом доллар то у нас снижается может быть наконец таки разошлись как в море корабли эти два важных индикатора в оценке того что может произойти в целом с американской валютой и здесь обязательно стоит отметить что вчера вышел отчет по индексу потребительских цен сша в этом выражении 1 и 7 процента с прошлого значения 1 и 4 процента ну то есть кажется что вроде бы как серьезно растет индекс потребительских цен но на самом деле роста остается довольно сдержанным и если мы все-таки копнем глубже и например обратим внимание не на общий показатель инфляции на его базовые значения которые не учитывают цены на продовольственный товар и энергоносители поймем то что весь рост основного индекса потребительских цен произошел за счет значительного повышения котировок черного золота последнего роста который мы наблюдали вот буквально чуть больше наблюдаем чуть больше месяца и соответственно как бы облегченный показатель который не учитывает цены на энергоносители говорит о том что индекс потребительских цен не настолько критичен чтобы сейчас переживать за то что американский регулятор ни с того ни сего возьмет и поменяет свою позицию решив начать ужесточать монетарную политику как и ранее я вам говорил друзья я жду данные по инфляции и я настраиваюсь на новые меры фискального стимулирования заранее понимают что тот рост инфляции который последует неизбежно за притоком в экономику еще одного и девяти триллионов долларов он будет достаточен для того чтобы поддержать золото как хеджевый инструмент для того чтобы посеять небольшую панику среди трейдеров касательно а потенциального пусть и незначительного но обесценивание доллара но этого притока ликвидности и потенциальных инфляционных рисков будет точно недостаточно чтобы и дальше поддерживать ралли на рынке американского долга то есть снижение американских облигаций с параллельно повышением по их доходности поэтому сейчас мы имеем друзья локальное снижение индекса американской валюты это снижение началось сразу же после того как на рынке появилась новость о том что палата представителей подписалась под законопроектом о новых стимулах и передала его джон байдену инфляция в плане статистики ничего нового нам вчера не дала мы лишь убедились в том что при таких показателях инфляционного давления лучше ставить именно на слабость американского доллара и остается только дождаться пятницы друзья и я думаю что со следующей недели вот это ралли которая прогнозировалась в принципе уже довольно давно по доллару но проявит себя во всей красе золото параллельно с слабостью курс американского доллара восстанавливается и растет котировки 1734 доллара за тройскую унцию цели как вы знаете должны быть расположены повыше потому что если золото будет пользоваться поддержкой как хеджевого инструмента разумеется перспективы будут исключительно бычьи и его можно будет ожидать там выше отметки 1800 нефть 6841 сегодня мы снова растем ранее я не рекомендовал проявлять какую-то торговую активность принимать торговые решения потому что динамика нефти сейчас с одной стороны она непредсказуемы потому что мы видим как техника периодически дает возможность продавцам вклиниться в игру и заставляют котировки бренда и дабы откатываться но если смотреть на перспективы нефти с позиции фундаментального фона то раньше я также комментировал что очень хорошие возможности сейчас ну как минимум до следующего заседания опек плюс ставить на восстановление потому что и и ограниченное предложение и восстановление мировой экономики продолжающиеся массовые компании по вакцинации кстати говоря вчерашний отчет по запасам нефти от администрации на литической информации запасы увеличились практически на 14 миллионов баррель это очень много и в нормальных условиях этого было бы достаточно чтобы рынок нефти провалился но этого не последовало потому что все прекрасно знают что раз рост запасов отражает последнюю ситуацию с аномальными холодами в техасе поэтому часто на статистику закрывают на глаза друзья если вам интерес интересно мое мнение потому как же все таки сейчас можно торгануть нефтью но это не призыв пока к этому действует просто мне я бы все-таки рекомендовал рассматривать нефть с позиции покупок евро против доллара европейская валюта сегодня точно главный фундаментальный герой потому что в 15 45 европейский центральный банк опубликует решение по процентной ставке в 16 30 состоится пресс-конференция руководство центрального банка где мы увидим обновленные прогнозы по инфляции по экономическому росту и потенциально могут быть приняты решения об изменении текущих параметров денежно-кредитной политики конечно же я имею ввиду не процентную ставку скорее всего о покупке активов в рамках экстренного фонда финансирования еврозоны в целом ожидается мягкая риторика и по аналогии с реакцией европейской валюты на прошлые мягкие заявления руководства центрального банка я все-таки жду восстановления курса евро интереса к евро как валюте к фондированию и сегодня если мы продолжим наблюдать за распродажами доллара конечно же снижение курса американцы еще больше потопнет курс евро вверх котировки 1 1925 наша ближайшая цель мы ее ставили еще в начале этой торговой пятидневки это цель на отметке 1 20 по фунту в принципе роста по аналогии с прочими рисковыми активами такой же фонд реагирует на слабость доллара хотя по фунту есть им национальный позитивный фактор связанный с началом реализации государственного плана программы по выходу из карантинных ограничений с понедельника в принципе начали сниматься ограничения снова открылись школы и дай бог конечно же чтобы в англии не повторилась история буквально двухмесячной давности когда появление новых штаммов вируса заставила основа страну вернуться к прежним ограничениям текущей котировки 1 39 37 тем из вас друзья кто находится в длинных позициях я думаю что точно сможем добраться до круглой цифры 1 40 уже до конца текущей недели доллар канадец вялая реакция на заседание банка канады фактически нулевая 1 26 10 и сейчас мы друзья следим за тем как развиваются события по на рынку нефти и затем что будет с долларом если пара доллар канадец все-таки до конца этой недели будет тяготеть к уровню 1 25 но тогда нужно будет принимать решение о выходе из сделки но давайте дадим ей еще небольшой шанс есть еще два дня чтобы например в игру вступила отложенная реакция все же на мягкие заявления банка канады и не нужно исключать из сценария развития событий то что нефть тоже может дать небольшую коррекцию и фондовый рынок сша 3915 с н пи совсем рукой подать до отметки 4000 пунктов это наша с вами цель друзья дочь банк провел очень интересное исследование из которого следует что американские домохозяйства сейчас в рамках выплат экономических стимулов получат полтриллиона долларов и 40 процентов этой суммы окажется на фондовом рынке то есть больше 200 миллиардов долларов сейчас хлынет в сэмпи в nasdaq и в доун джонса по аналогии с тем что может произойти с рынком с учетом притока такой ликвидности на самом деле мы аналогию проводить и не можем потому что даже в двадцатом году американские домохозяйства не получали 400 миллиардов долларов но все таки тогда был эффект меньших цифр и я могу предположить что сейчас у американской фонды есть больше основа для еще более серьезного роста и восстановления и вероятно 4000 пунктов даже не будет а предела но нам сперва нужна планка 4000 пунктов друзья на этом собственно все хорошие вам торговой сессии всем пока